здравствуйте дорогие друзья снова мы с вами дмитрий александров олег бочугов и сегодня у нас очередная специфическая тема это криптовалюты криптовалюта связано даже не скажу какая волна это хорошо выглядит там даже биткоин обычный самый простой до 680 1141 а было 1240 как все да 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 и все причем перспективы хороших давай фильм посмотрим 8 8 на 40 82 8 48 даже не смоется 6 раз ничего не надо никакого теханализа где тут теханализ главное не шахтить тогда нормально тоже пятая волна куколы не надо продавать ничего не надо никому николы не пусы ничего только в актив все а вот у меня вопрос такой интересный вообще вот к зрителям тоже пишите комментарии пожалуйста злые добрые главные дельные а если все время появляются новые криптовалюты да если забить на всю эту сущность да и просто появилась новая криптовалюта купил выросла пять раз продал купил еще самое интересное как раз то заключается что когда биткоин перестал добываться вот так адекватно да то есть там она равна ценой электричества то придумали новый эфириум и это штука торгуется тоже уже за биткоин и потом ты выводишь получаешь все хорошо в принципе даже не надо bitcoin продавать ты просто как бы из него перекладываешься за него же перекладываешься в новую валюту правда минус в том что ну там комиссии какие-то конечно будут но самое интересное еще заключается в том что те люди которые вот это дело добывает если допустим не умеешь торговать на бирже там да теханализом не обладаешь да ты ставишь себе эту некую ферму да там сколько-то карточек этих видео да с каждой карточки грубо говоря два доллара в день а неплохо да так вот и окупается все за это за полгода да и все хорошо допустим эфириум сломался до перестал расти там вообще там наверняка будут новые какие-то криптовалюты которые совершенно это тоже интересно до каких пор ну а как любой пузырь уже вдувается следующий тогда вот сколько когда криптовалюты все кончится а может это только начало вот в этом вопрос потому что конечно гигантская по темпу может быть она очень небольшой конец доллара начала конец доллару да нет давно обсуждается тем да да весь доллар это фактически один конец но сейчас как ты видишь уже так главное крепче держаться за этот конец тогда крепче не сейчас лишь рубль надо держаться хорошо не чтобы рубль не держится за рубль того но это тоже не хуже рубля смотрите как вот это все мне очень нравится с 8 до 48 это просто так как-то очень даже весело ты заработал здесь да ничего не заработал я вообще знал что это так бывает вообще такие графики мы опять все узнали поздравляем настоящие аналитики мы знаем что будет вот так точно точно потом узнаем что да действительно так точно было как всегда оказались люди заработали как всегда то есть всем присвоим ну так аналитики всегда но слышал риски да это вот все это исходит из объекта ориентированного программирования которые на самом деле рано или поздно вовлечет себя там социальные сети во всех смыслах причем да ты как-то вот сможешь конвертировать и в это в том числе там лайки фигайки хорошие и нехорошие фотки свои то есть все это будет это же личная информация ну я не знаю я вот честно говоря не вижу никаких рисков потому что что такое грубо говоря вот этот биткоин там или фильм это некий код имеешь код имеешь деньги да то есть если ты переводишь кому-то сумму ты просто вбиваешь этот код который у тебя где-нибудь в компьютере на флешке например чтобы она была где-нибудь в каком-то потайном месте да все ты завел этот код все деньги пошли в общем-то технология элементарно проста и в общем-то не было ни разу никаких сбоев насколько я знаю законодательно вот нюанс такой был что хотят запрещать все это дело но тем не менее на сегодняшний да сейчас уже да эта тема немножко отошла вроде как тема такая что блокчейн надо развивать наоборот это все будущее и так далее в общем я думаю в сентябре в октябре мы узнаем подробности уже как наши законодатели там рассмотрят вопрос но если это они оставят в покое то просто кладец потому что что таких валют сейчас уже там еще несколько на подходе новых которые только только здесь еще находятся надо обратить внимание на них да да принципе на мвб могли бы что-то такое разместить слушай но вообще технология я так понимаю одинаковые везде торгуется один только бы этот самый биткоин а все остальные относительно биткоина то есть если ты торгуешь на бирже в открытой то есть ты можешь только торговать биткойном основные основные другие валюты криптовалюты ты можешь только переводить из биткоина там потом уже в долл но пока конечно мы же с тобой смотрели только биткоин да то есть соответственно мы можем не все шерстили да но по крайней мере ну так в общем так что я думаю нам тема такая ближайшие года предстоит серьезно пересмотреть все наши взгляды сейчас газпром по 125 купим по 152 продали и искать что-то более я думаю что купим я думаю как бы нам потом по 115 не усреднится да 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 у нас всегда так получается вроде хорошая идея вроде зашли там потом надо усредняться зачем ты потом без плеча надо все-таки желательно усредняться еще сложнее изобрегации перекладывать нельзя а тут не надо ничего усредняться не успеешь усредниться где ты тут усреднился вот здесь только вот здесь хорошо тут нормально усреднился четко вот как бы сама к тому идет надо усредняться хороший хороший ну при этом дорогие друзья это не пропаганда не аферта мы не призываем покупать вот это но смотреть на это все таки продавать тоже не продавать тем более совсем это двойной риск да это и регуляторный еще и просто на ранней стадии такие вещи не продают конечно но разбираться в этом постепенно надо потому что пока книга ни один из крупных фондов естественно ни один из управляющих посерьезки этим не занимается поэтому здесь можно только займутся только займутся вопрос будет сняться хотя ну тоже опять же фск всегда перед глазами у всех есть есть еще потенциал снижения все они меня помешает ей вырасти два с лишним раза за полгода по факту за полгода не за так что я думаю что будут возможности здесь но надо дождаться чтобы была некая реальная биржевая ликвидность и на других тоже я думаю что сходную историю ну вот наверное такие мысли вслух о том что такое криптовалюты с точки зрения торговли не с точки зрения конечно сути это суть того что это будет еще никто не понимает здесь регулятором зависит слишком много они сами еще пока не понимают как это надо регулировать и что из этого можно сделать у нас есть герман ускович грех в россии которая четко сказал надо это использовать но по крайней мере дает некое основание полагать что мы не будем в конце этого поезда где-то в середке будем участвовать в регуляторике спасибо всем всем удачи следите за нами следите за рынком ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был олег бачугов и я дмитрий александров удачи